Не зря же говорят, да, как женщина любит, никто так любить не может. Мне странно за собой наблюдать на экране. Без меня ясное дело было бы лучше. Пусть они будут вот такие красивые. Топай, Андрей Гуськов. Догоняй свою батарею. Война не кончилась. Страшная обида и злость меня появилась тогда. В те времена мужчина был гораздо выше женщины. И для женщины ответить ему что-то поперек, наверное, это было за гранью фантастики. Она терпела эти побои, которые муж устраивал. Да, потому что это... А потом к нему бегала все-таки, да? Любовь женщины, она такая. Это вот не зря же говорят, да, как женщина любит, никто так любить не может. Потому что несмотря ни на что. Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного. Но и дурить он стал заметно меньше. Настена была и этому рада. Они еще молодые. Со временем все наладится. Что ты хочешь? Какую философию ты этим спектаклем хочешь донести до зрителя, который придет смотреть его в этот зал 22 июня? Ну, я думаю, что мы показываем о судьбах людей, сломленных войной. И, скажем так, это не только война Великой Отечественной, да? После нее было очень много войн. И чеченская, и афганская. И там тоже ломались судьбы людей. Лицо войны, оно всегда одно и то же. И я думаю, что мы не имеем права, если вдруг что-то происходит, мы не имеем права осуждать. Потому что, ну, неизвестно, кто и как поступит, да? Сбежит Моргенштерн с фронта или останется защищать Родину? Ну, знаешь, есть хорошая поговорка «не суди». Да не судим будешь. Да не судим будешь, да. Поэтому, я думаю, вот, зритель должен посмотреть, понять еще раз вот этот вот трагизм войны. Не только Великой Отечественной, а вообще его общим трагизм войны. Настяна? Андрей? Откуда ты? Оттуда, оттуда. Тихо, 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 тихо. Молчи, молчи. Тише. Меня искали? Понятно. Отец мой спрашивали? Успокоилась? Руку могу убрать? А ты мог бы представить и дать ему шанс дальше жить? Среди вот односельчан, которые там, его понятно, что дезертиром бы называли всю жизнь до конца его жизни. Наверное, со всеми прилегающими после ее смерти нет. Если, возможно, до, чтобы он взял ответственность, которую он на нее возложил, то до какие-то, может быть, призрачные, так сказать, шансы были бы. Но помимо осуждения, помимо понимания, есть же еще закон, который в те времена преследовал бы. На что он такое надеялся? Надеялся? Не говорил он тебе? У нас в родае всякие бывали. Ну, чтоб до такого дойти... Вот стервец так стервец доигрался. Надо заворотить его, покуда он совсем не споганился. О чем вы, дядя? Что я вам скажу? Сказать-то нечего. Если бы он сдался, то, конечно, то не было бы его, но была бы жизнь другая. И он бы тогда умер не как трус, да, а он хотя бы был героем для своей жены, для своего ребенка, что он дал им жизнь. А так, получается, он и на войне оказался трусом, который бежал. Хотя, по факту, он бежал не как трус, не от войны, он действительно воевал. Он бежал именно к семье, которую хотел увидеть, потому что ему дали надежду на то, что он встретится. И тут же ее забрали. После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули. Жалко было, Настю. Потом помянули мужиков, не пришедших с фронта. Выпили за здоровье тех, кому повезло вернуться домой со страшной войной. За тех, кого война не сломала. Кто все эти годы ждал, надеялся, верил в победу и делал все для ее приближения. Выпили за победу. А твой открытый финал, который, по сути, повторяет и повесть Распутина, там тоже открытый финал. Вот он для чего сделан? Чтобы каждый сам решил, что произойдет дальше с этим Андреем. Распутин говорит, подводя, скажем так, итог, название повести «Живи и помни». То есть человек должен всегда жить и помнить. Помнить обо всем. О ушедших товарищах, о том, что есть любовь, о том, что есть предательство, о том, что мы можем совершить подвиг для Родины, для своих близких. То есть патриотизм нет. Да. То есть всегда помнить о чем-то, нужно всегда помнить. Живя о чем-то помнить. Либо о хорошем, либо о плохом. Ну, помнить. Атамановка встрепенулась. Значит, победа близко, если раненых отпускают. Мужиков-то осталось мало. Десять похоронок у бак на руках. Ну, а сегодня был праздник. Максим Волокжин вернулся. Одержим победу. К тебе я приеду. На горячем боевом коне. А ты будешь 22 июня здесь, в театре? Да. Какие у тебя мысли по этому поводу? Что ваша работа будет представлена зрителям в этом зале? Ну, мысли какие? Не позори собой. Не знаю, не знаю. Но если бы по большому счету ты бы сам, вот, ты же наверняка уже видел смонтированный вариант. Вот по пятибалльной системе ты бы какую себе оценку поставил? Не знаю, мне странно за собой наблюдать на экране. Человек, я пропащий. Для всех пропащий. Без меня ясное дело было бы лучше. И все-таки? Пять, четыре, три? Два. Ну, это совсем скромно. Ну, я думаю, я могу себя разогнать гораздо больше. Но тут, не знаю, пока не разгоняюсь. Может, все-таки четыре? Три максимум. Честно говоря, я своей работой, ну, я недовольна. То есть, потому что я смотрю со стороны и понимаю, что бы я сделала по-другому. Как бы я поступила иначе. Как бы я сыграла по-другому. Есть моменты, которые такие ляпы, да, с моей стороны. В плане ногтей, там, прочего, да, во внешности. Как бы мы это скрывали, вот все мы находили. Но, тем не менее, я-то это знаю. И поэтому, когда я посмотрела полностью фильм уже от начала до конца, то я хотела бы, конечно, по-другому как-то ту или иную сцену сыграть, то или иное действие прожить. Это хорошо, что у тебя такие мысли, потому что нет предела совершенства. Но я очень рада, на самом деле, что я в этой работе поучаствовала. Такие два красивых героя. Они красивые. Они красивые. Они красивые. В них просто влюбляешься. И когда понимаешь, что война и красота. И вот война, она убивает вот эту красоту. Она превращает человека в зверя. Либо человек убивает его. Понимаешь, когда вот война убивает вот эту красоту, это вот просто неприемлемо как-то. Поэтому пусть они будут вот такие красивые. Ладно, я пойду чайник поставлю. Погодь-то. Успеется. Наши думают, что я в корде, а я тут с тобой. От скотч не морочь, я тебя не знаю. Чего-чего? От скотч не морочь, я тебя не знаю. Гляди-ка на нее, а. Музыка. 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 Любая война – это бомбежки, разруха, голод. Музыка. 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 и вечным голодом. Другим суждено было пропасть без вести и быть погребенными в безымянных могилах или погибнуть в фашистских застенках. Многие вернулись с фронта с орденами и медалями на груди. Всем им вечная память и наша благодарность. Но были и те, кто оказался в грозовые годы во власти духовной смерти. Наш рассказ «Случай в Атамановке» по повести Валентина Распутина «Живи и помни» не в фронтовых баталиях, а о драматической судьбе людей, сломленных войной. Атамановка лежала на правом берегу Ангары и всего было на 30 дворов. Не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку херела еще с довоенных лет. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости. Многое проходило мимо нее. Даже о войне здесь узнали только на другой день. Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном 1933 году, похоронив мать и спасаясь от смерти сама, 16-летняя Настена собрала свою на восьмом году сестренку Катьку и стала спускаться по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше. Вот и остались девочки одни. К осень и сестры кое-как добрались до деревни Рютина, где жила их тетка. Та поворчала-поворчала, но девчонок приняла. Настена пошла работать, а Катьку отправили в школу. К тому времени стало полегче. Принесли свое огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно. И уже к зиме Настена мал-помалу стала поправляться. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов. Чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро. Настена кинулась в замужество, как в воду, без лишних раздумий. Все равно придется выходить, без этого мало кто обходится. Чего ж тянуть? А что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе послабление. Хозяйство в семье было большим, а дождавшись, растворалось. У нее стали сильно отекать ноги. Ходила она тяжело, перевариваясь боку-набок, как утка. Характер у нее был не сладкий. Возражений не терпела, в злости надувалась. Надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не ругаться. С годами Семеновна свыклась с Настеной, признав, что невестка и попалась, и покладистая, и работящая. Одно она не хотела простить, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место. Но на сердце держала. Тем более, что и Андрей у них с Михеевичем остался единственным. Две девчонки до него не выжили. Бездетность-то и заставляла Настену терпеть не только выходки свекрови, но и Андрея. За какой-то год Андрей полностью переменился к Настене. Стал занозистым, грубым. Ни с того ни с сего мог обругать, а позже научился хвататься за кулаки. Настена терпела, как настоящая русская баба. К тому же, виноватой в своей доле, она считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее, сказал совсем уже невыносимое, она с обидой ответила, что неизвестно еще, кто из них причина. Она или он? Он избил ее до полусмерти. Но последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом, хорошо теперь, зная, что друг от друга можно ждать. Придерживаясь старинного правила, сошлись, надо жить. Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного, но и дурить он стал заметно меньше. Настена была и этому рада. Они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война, может, так оно и вышло. Андрея на войну взяли в первые же дни. Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, уезжали из деревни на пяти ходках. Провожающих набралось столько же, сколько и фронтовиков. Андрей простился со своими дома, ни к чему растягивать слезы и причитания, травить себе попусту душу. Обнялся с матерью, отцом и Настеной у ворот. Прыгнул в ходок и понужнул коня. Андрей долго воевал удачно. За три года успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в галбичной батарее. Испытал все. И танковые атаки, и броски на немецкие пулеметы, и ночные лыжные рейды, и охоту за языками. Воевал. Поперек других не лез, но и за чужими спинами не прятался. Однополчане его уважали, а в трудную минуту брали в пару для подстраховки. Но летом 44-го он вдруг пропал. И лишь через два месяца пришло от него письмо из госпиталя, где он писал, что был ранен, и после поправки его должны отпустить на несколько дней домой. Это обещание удержало Настену и от поездки к нему в госпиталь. Но поздней осенью он написал, что ничего не выйдет. Его обратно отправляют на фронт. И снова пропал. Зима на 45-й последний военный год простояла сиротской. Но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как полагается, за сорок. Именно в эти морозы в бане гуськовых, стоящей на нижнем огороде у ангары, поближе к воде, случилась пропажа. Баню чаще всего готовила Настену. Но на этот раз Михаилович решил помочь нам ездить. Скажи-ка, Дева, тебе хватит дров на протопку или еще наколоть? Отец, наколите еще. Тогда давай топор. Так здесь его нет, я думала, а вы взяли? Да не брал я, под лавкой посмотри. Так я смотрела, я хотела щепок наколоть для растопки, а там нет. Еще раз посмотри. Я от лихих людей его всегда под лавку прячу. Ай, извить ее. Нет топорика. А топорик-то топорик, как игрушечка был, легкий, в руке лежал, прям... Вот где ж теперь в войну такой топорик найдешь? Эх, все. Напоминай, как звали. Пропал топор. И лыж не вижу. На лыжи позарились. Да кто ж мог-то? Да кто ж мог-то? Явно дальний вор. Наши бы, деревенские бы, такую руку не взяли бы. Все. Все. Пропал топор. Ну что ж вы за железки так убиваетесь-то? Эх, за железки. Чтоб ты понимала, бабе, твоя голова. За железки. У. Ну вот. Обиделся, будто бы я у него топор украла. А где спички? Так, это хлеб. Наверное, у проруби оставила. Ну вот курица. Давай. А? 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отец думает, что чужие топор украли... Топор? А, топор... Ну вот и встретились... Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь... Не надо было мне ни перед кем тут показываться... Да одному не перезимовать... Вот что я тебе скажу, Настя... Ни одна собака не должна знать, что я здесь... Если кому скажешь, убью... Убью, мне нечего терять... Так и запомни... Откуда хочешь, достану... У меня теперь рука твердая на это... Не сорвется... Господи, Андрей... Ты или это... Я не хочу тебя пугать... Но запомни, что я сказал... Повторять не буду... Мне сейчас податься некуда... Придется здесь околачиваться... Возле тебя... Да я к тебе и шел... Ни к отцу, ни к матери... К тебе... И никто не должен обо мне знать... Не было меня и нет... Пропал без вести... Убили где-то по дороге... Не знаю... Сожгли, выбросили... Я теперь в твоих руках... Если не хочешь руки об меня марать... Так и скажи... Что же ты меня так пытаешь? Чужая я тебе, что ли? Как вы тут хоть без меня поживаете? Тебя ждали... Дождались... Герой с войны пришел... Принимай, жена! Хвастай! Зови гостей! Настену напугала гневная вспышка Андрея... Она хорошо знала, что в такой момент... Лучше промолчать, чем перечить ему... Много свалилось на нее... Одним махом... Такой клубок неясного, непонятного... Громоздился перед ней... Они долго молчали... Разговор начал Андрею... Судьба моя свернула в тупик... Судьба моя свернула в тупик... Выхода из него нет... Живу теперь один... Будь что будет... Почему тупик? Что случилось? Расскажи... Может быть легче станет... Боже... Не молчи! Понимаешь... Когда начал проглядываться конец войны... У меня появилось желание уцелеть... Но не повезло мне... Ранили... Да так, что почти уж сутки не приходил в себя... А когда очнулся, подумал все... Отвоевался... Хватит с меня... Я свою долю прошел сполна... Скоро мне на ноги вставать... А встану... Должны отпустить домой я... Тогда написал тебе... Ждите... Жди, Настена... Да... Да... Мы... Я ждала... Думал вернусь... Заживем иначе... Обижать не буду, но... В ноябре, когда пришло время... Выписки... Мне сказали в часть... Не домой Настена, а в часть... Мол... Можешь воевать и точка... Топай, Андрей Гуськов... Догоняй свою батарею... Война не кончилась... Страшная обида и злость меня... Появилась тогда... Я... Всего себя до последней... Капли... Готовил... Для встречи с вами... С отцом, с матерью, с тобой... Этим жил, этим выздоравливал и дышал... Рассвета несправедлива... Ибо только один денек... Побыть дома... Унять душу... Тогда я опять готов был бы на что угодно... Знать бы заранее... Я бы... Вызвал тебя к сроку повидаться... Повидался бы и легче б стало... Да если б я знала, что тебя на фронт... Я б сама приехала... Но ты написал ждите... И... Мы ждали... Поэтому я решил плюнуть на все и... Поехать домой... Самому взять, что отняли... Решил обернуться за два-три дня... Но дорога оказалась слишком длинной... Только до Иркутска ехал три дня... Тут я перепугался... Ведь еще столько же... А то и больше заняла бы дорога обратно... На память пришел... Расстрел еще... Мальчишки за... Самоход... Он тоже хотел сбежать домой... На... Своих деревни... Рассказывали, до нее было верст 50 всего... Тогда еще страшнее стало... И вот тогда пустился я в бегство... От Иркутска приходилось осторожничать... Отсиживаться на заимках... Прятался в сене... Пугался каждой фигуры... Матерился и проклинал себя... Наконец-то добрался до Атамановки... До Баньки... Потом в лес ушел... Сейчас обитая в зимовье... Оно... В глубине распадка... Оттуда не подняться дым... Топи хоть целые сутки... Рядом речка... По наледи можно добираться... Сюда... Не оставляя следа... Может помоешься? Хотя что я такое говорю... Банька-то еще не натоплена... Да и отец вот-вот может прийти... Он дров хотел подколоть... Да-да-да... Надо торопиться... Так... Сейчас скажу, что мне потребуется... Завтра отдохни, выспись... Послезавтра обязательно тулку переправь... Пока меня зверь не загрыз... Живая она? Живая... Хорошо... Ее обязательно... Топор конечно хорошо... Но с тулкой как-то... Поспокойнее... Спички... Им нужно обязательно... Соль... Посуду какую-нибудь для варки... Там... Сообрази что-нибудь... О, хорошо... Провиант для патронов у бати... Там... Посмотри... Ну смотри, чтобы он... Не заметил... Так что же я твоему отцу скажу-то про ружье... А что хочешь, то и говори... Вывернешься как-нибудь... Так еще раз... Про меня никто не должен даже догадываться... Не было меня и нет... Ты одна в курсе... Придется тебе пока подкармливать меня... Принесешь ружье... Мясо я добуду... А хлеб ты у мамки стрельни... Смотри, чтоб не уследили... Ходи, оглядывайся... Ты хоть рада, что я живой? Рады... Рады... Ну что же дальше-то будет? Поживем, увидим... Кривая выведет... Ну все, хватит цирость разводить... А то сейчас и вправда батя придет ненароком... Пойди, посмотри... Андрей... Топор не забудь... Андрей... Андрей... Ты прибегай, Настя... Я буду ждать... Той ночью, о которой уговорились в первую встречу... Настена отнесла Андрею ружье... Отнесла и патроны... Но провианту у Михеича не было... И она с трудом наскребла два-три заряды... Этого, конечно, было мало... Но собирать по деревне она... Боялась... Тут же передадут свекру... И он сполошится... Настена... И так тайком от Михеича... Сняла в амбаре со стены ружье... В завешанной одежды... Хватится... Неизвестно, что будет... Пока об этом не хотелось думать... Жалко было Андрея... Он был потерянным... Убитым... А его слова, сказанные на прощании... Я буду ждать... Делали ее бесстрашной... Она готова была для него на все... Чтобы еще раз услышать эти слова... В очередную подписку на заем... Настена размахнулась на две тысячи... Уполномоченный похвалил... Народ поделился... А Настена сама испугалась своей смелости... Но отступать было поздно... Внутренний голос подсказывал... Что не случайно так вышло... Может, хотела облигациями откупиться за мужа своего... Благодаря подписке... Заработала она право ехать в корду... И две тысячи вышли ей тут козырем... Без них у нее, конечно, ничего бы не получилось... А провианту надо было достать... В корду приехала засветла... Ей повезло... Главное... Керосин купила... Теперь хоть отговорка есть... Почему в корде задержалась... Скажу, что керосин в первый день не было... Вот и пришлось ждать, когда привезут... Вроде все купила... Соль... Спички... Свечи... Кофту свезло обменять на полпуда муки... Андрей давно лепешки не ел... Старая спросит... Куда и кофта девалась... Скажу, что за ночлег отдала... Да... Вот ты и впала в грех, Настена... Научилась врать... Воровать... А ведь это только начало... Что дальше будет? Стыд-то какой на мне... Но я же не для себя это делаю... Мужу помогаю... Кто же ему еще подмогнет, кроме меня? Может, утрясется все... Уладится... А ежели нет... Надо торопиться... Скорей... Все скорей... Все, что есть и что будет... Скорей... Ну, здравствуй... Не бойся... Меня никто не видел... Я прямо из Карды к тебе приехала... Привезла тебе кое-чего на черный день... У меня теперь каждый день черном... Я вот... Муки тебе достала... Будешь лепешки стряпать... Это что ж получается? Почему ты меня так встречаешь? Слово мне не скажешь... Я к нему на всех рысях летела... Думала, обрадуешься... Может, мне уехать? Не пущу... Ты думаешь, не рад я? Рад, Настена, рад! Просто... Радость у меня такая... Ей требуется знать, нужна она или нет... Можно ее показывать или нельзя... Господи... Ну, о чем ты говоришь? Мы с тобой четыре года прожили... Не чужая я тебе... А ты мне... Что ж я своего мужика не накормлю? Приехала сюда разговоры разговаривать... Ну, баба... Вот что значит... Давно не колошматили... Кто говоришь, не колошматил? Соскучилась, что ли? Некому было на ум наставлять... Ладно, я пойду чайник поставлю... Погодь-то... Успеется... Наши думают, что я в корде... А я тут с тобой... От скотч не морочь, я тебя не знаю... Чего-чего? От скотч не морочь, я тебя не знаю... Гляди-ка на нее... Покажи... Где ранила тебя? Бедненький... Убить хотели... Совсем зажило... Не болит? Сейчас уже нет... Сейчас уже нет... Только ноет... Особенно по погоду... Возвратите туда... Там бы и остался... Столько держался... Воевал, не прятался... Не хитрил... А тут нашло... Дышать нечем было... До того хотелось вас увидеть... С фронта, конечно, не побежал бы... Думал, тут рядом... А... Казалось, что не рядом... Что вы сейчас понимаете? А война закончится... Может, простят? Нет... За это не прощает... За это расстреливает... Чтоб другим не повадно было... Моя судьба известна... И нечего о ней хлопотать... Нечего... Я шел и думал... Приду, погляжу на Настену... Попрошу прощения... Что... Сломал ей жизнь... Что гнул без нужды... Да изгалялся... Когда можно было просто жить... И правда... Чего не жилось... Молодые... Здоровые... Как... Нарочно друг под друга подогнанные... Живи да, радуйся... Нет... Надо было каприз показывать... Да власть держать... Дурость-то... Думал, приду... Покаясь Настене... Чтобы в памяти извергам не остаться... Погляжу со стороны... На мать, на отца... А потом... Головой сугроб... А так, чтоб... Вот так вот с тобой... Женотеяться не смел... Да заодно это я тебя на руках носить должен... Андрей, ну что ты... Ну погоди... Начал, тогда кончу... Может потом вообще не придется... Мне сейчас надо это сказать... Вот... Пришел, думал... Ненадолго, до прощения... А сейчас уже охота до лета дотянуть... Посмотреть... Напоследки... Какое оно лето... Охота и все... Хоть убей, а? А тут ты, птица счастья прилетела... В мору скулить от радости... Настен, мне от тебя много не надо... И так много делаешь... Ну потерпи еще эти месяцы... Потаись... А там... Я сгину... Ну потерпи... Да... На людях нам больше не жить... Ни дня... Когда захочешь... Когда жалко меня станет... Ты приходи... А я молиться буду, чтобы пришла... На людях мне... Показываться нельзя... Не хочу, чтобы они потом... Пальцем у вас стыкали... Косточки мои перемывали... Не хочу... И ты слышишь... Настена... Никому и никогда не говори, что меня... Видела... Иначе я тебе мертвый язык вырву... Андрей... Ты что? Ты что? Я тебя не пугаю... Ты для меня свет в окошке... Ты еще жизнь свою поправишь... Должна поправить... У тебя еще время есть... Почему ты так со мной разговариваешь? Чем я заслужила? Ничем не заслужила... Не сердись... Не надо... Я знаю... Ты поймешь... Теперь ты говори... Как мать... Ходит? Последний год с печи почти не слазит... Только когда стрепня... Квашни не подпускает... Все сама... Так и не научусь никогда хлеб печь... А отец... Все в конюшне? Ага... Если б не он... Давно бы всех к ней порешили... Только он один за ними и смотрит... Тоже устал... Кряхтит... Сдает понемногу... А тут я его еще вчера оглушила... Что такое? Подписка была на займ... Я и бухнула две тысячи... Понятно... Стариков не бросай... Мать, наверное... Одна не протянет... А присматривать за ними нужно... А как же дальше-то, Андрей? Они ведь ждут тебя надеяться... Кончится война... Что им потом думать? У них же вся надежда только на тебя... Надежда, надежда... Нет никакой у них надежды... Я только что об этом толковал... Ладно, все... Хватит... Да с такой-то бабой... В миру бы жить... А не по норам прятаться, а? Да ну тебя... Прям сердце зашлось... Я уши отвыкла, чтоб меня так... Хватали... Не вынести Андрею этой жизни... Ясно, что не вынести... Она ему не по силам... Так что же теперь? Отступиться от него? Плюнуть на него? А может, я тоже повинна в том, что он здесь? Без вины, а повинна... Не из-за меня ли его потянуло домой? Не меня ли он боялся никогда не увидеть? Он перед отцом и матерью не открылся... А передо мной открылся... И может, смерть оттянул, чтоб только со мной побыть? Так как же теперь от него отречься? Это совсем надо не иметь сердца... Нас если не Бог... То сама жизнь соединила... Чтоб держаться нам вместе... Что бы ни случилось... Какая бы беда ни стряслась... Пора мне... Погоди... Смотри... Будешь продавать, не продешеви... Часы хорошие, швейцарские... Меньше чем за две тысячи, не соглашайся... Сам вас с немецкого офицера снял... С живого и мёртвого... Ты ещё придёшь? Приду... А то и прибегу... Дорогу-то теперь знаю... Постой... Я забыл... Постой... Я забыл... Максим Вологжин... Хотя, если вспомнить Петра Луковникова... То не первый... Петра ещё на втором году войны отпустили домой... Домой... Умирать... Два месяца промучился он в горячке в постели... И сразу же после покрова тихонько скончался... А Максим, хоть и раненый, пришёл жить... И пришёл совсем... Подчистую... Атамановка встрепенулась... Значит, победа близко... Если раненых отпускают... Мужиков-то осталось мало... Десять похоронок кубак на руках... Ну, а сегодня был праздник... Максим Вологжин вернулся... Одержим победу... К тебе я приеду... На горячем... Боевом коне... С возвращением, Максим! Представляешь, ещё утром ничего не знала... Спасибо, Настён... Настён, иди ко мне садись... Когда своего будешь встречать? Да я и не знаю, придётся ли встречать... Потерялся где-то мой... Андрей потерялся... Он в госпитале лежал... Тоже раненый... А потом его обратно на фронт отправили... И с той поры ни слуху, ни духу... Не знаю... Ничего не знаю... Ну, надейся... Так это... Серьёз-то потерялся? Тут с расследованием приезжали, спрашивали... Нигде, видать, по документам не счислиться... Перехватили в другую часть... Это сколько угодно бывает... А письмо не всякое до места доходит... А её это... Сторону-то сдвинуть можно? Зачем? Ну так она ж ночь-то мешать будет... Мешать будет... Лизка отрубит... Не всё надежда, что тебе под язык-то попало, можно говорить... Фронтовик только вот порог переступил родной... А ты ему подковырки всякие подбрасываешь... Да какие подковырки? Хм... А он, конечно, всю ночь нас с тобой слушать будет... А про Лизку забудет... У него что-то поди только одна рука подбита... Остальное-то он всё в сохранности... Не боись, Лизок... А вот Василиска пусть боится... С чего бы это? А вот придёт твой Гаврила... Я его и охомутаю... Я-то пообедить не буду... Тебе со мной не справиться... Да я за своего Гаврилу спокойно... Хм... Чё это ты за него спокойная? Святой он у тебя, чё ли? Святой не святой, а с тобой, Валандоце, не будет... Зачем ему добрую птицу до срока менять? Ты же сорока! Тебе бы лишь бы пострекотать! Ой, гляди как... Сравнила... Я сорока, ладно... А ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что за в чёрном летает, да только одно слово знает? Нет, Надежда... Тебе под Василису не подкопаться... Там фундамент глубокий... Гаврила, однако, с фронта посылки-то не тебе шлёт... Сколько посылок было опять в этом году? Что я не считала... Что он наших даже не открывает? Вон, место табурет отдержит! А это уже не твоя забота, как я их держу! Угу... Угу... А сколько ты, Лизок, посылок получила от своего красноармейца? А мне не надо никаких посылок! Только вместе быть! Я бы одна загибла! От тоски бы загибла! А то и руки бы на себя наложила! Да что ты такое говоришь? По-твоему, значит, мне, Вере, Катерине тоже руки на себя наложить? Так что ли? Думаешь, ты своего больше всех любила? Больше всех ждала? Думаешь, мы своих сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори! Я, может быть, тоже бы на себя руки наложила! Да детей-то куда? От него ж только и осталось на белом свете, что дети! Как же их загубить? Ты не представляешь, как все внутри головешкой обуглилось! Ты ж теперь будешь бабой, женой жить! Будешь обниматься, миловаться! А я что? Я так, рабочая сила! Поилица, кормилица! Я для себя кончилась! Ой, не судите меня, бабоньки! Я что-то не то сказала! Да чего тебя судить! Живи за всех нас! Но гляди! Плохо будешь жить? Берегись! Мы тебя не пожалеем! Мы ж не виноваты, что наши мужики на войне полегли! Правда ведь, Максимушка? Ну скажи, ну не виноваты же мы! Скажи ты нам! Не виноваты! Максимушка! Скоро кончится-то война! Для тебя она кончилась! Почему она до меня кончилась? Думаешь, он здесь так не и дело нет ни до чего? Ты скажешь! Всем плохо, а мне хорошо? Я не на заимке живу, чтобы дальше своих глаз не видеть, а с народом! Скоро, бабы, скоро! Сами знаете, наши до Германии уже дошли! А не заворотят! Немец тоже вон под Москвой был! А прогнали! Не заворотят! Хватит! Не на тех нарвались! Одноногие, покалеченные пойдут! А не заворотят! Четыре года прошло, и мы тут поизносились! И то по тебе видно, что ты поизносилась! Эх, Надежда, кто бы тебе язык-то укоротил! Серьезный разговор, а ты вечно свои колючки тычешь! Да и нам тут досталось! Тошно вспоминать! Особенно лесозаготовки! Ой, дорог нету! Кони надорваны! Не тянут! А отказываться нельзя! Трудовой фронт! Подмога нашим мужикам! А кто без ребят или у кого постарше? С тех не слазили! Пошел и пошел! Настена вон, бедная! Ни одной зимушки не пропустила! Навалишь эти лесины! Кубометры эти! И стяг в сане! Без стяга ни шагу! То в сугроб занесет, а то еще в чего! Выворачивай, бабоньки! Тужься! Боги, бабы! А облигации? Последнюю картошку в корду возили продавать! Только чтоб рассчитаться, на что подписались! Только фронту помочь! Да ну вас, бабы! Да что ж у нас сушиворот на выворот! Мужиков провожали, песни пели, а встречаем как на похоронах! Хватит уже! Ну давайте, девчата, песни петь тогда, что ли! Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой! Выходила! Счастливые бабы! Счастливые бабы! Живут без страха, открыто и ясно! Им нечего стесняться, нечего и некого скрывать! Куражатся, веселятся, ликуют! Все держатся открыто и ясно! У всех душа нараспашку, а моя скукожилась, как гнилая картошка! Господи, зачем я здесь? Сижу, улыбаюсь, а сердце в клочья разорвано! Нет мне места на этом празднике! Нет! Она тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Без людей ей стало легче, и она укором отметила для себя, вот до чего уже дошло. Раньше, чтобы успокоиться, держалась людей, а теперь, наоборот, бежит от них. Вздохнув глубоко всей грудью, Настена тяжелым шагом направилась домой. Предстояло еще докладывать Михеевичу, что Максим ничего не знает об Андрее. Никто ничего не знает, кроме нее. Но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве. Неделю назад Настена впервые заподозрила в себе начало новой жизни. Она едва не задохнулась от нахлынувших на нее чувств. Неужели и она тоже, как все нормальные бабы, способна стать матерью? Неужели Бог сжалился над ней и даровал ей такое счастье? Неужели после стольких лет супружеской жизни она каким-то образом понесла? Но что с того, если все это случилось в неподходящее время? Ведь она не вдова, не муж, не жена, неизвестно кем останется завтра. Все для Настены перепуталось, все встало с ног на голову. Она побежала к Андрею, чтобы при нем хоть немножко разобраться во всем этом, прийти к какому-то решению, как-нибудь успокоиться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Андрей, это я Мог бы и встретить Думала, не дойду, упаду А ему хоть бы хны Откуда я знал, что ты придешь? Откуда, откуда? Знать надо было Чего прибежало-то? Случилось? К тебе прибежало Вот чего Отчаянная ты Тест ни о чем не спрашивает Молчит пока И как он до сих пор рыжья не схватился Скоро все одно к одному сойдется Ты хоть придумала, что Говорить будешь, если хватится? Придумать-то придумала Только тебе свои браки не буду передавать Сама буду водокручиваться Тяжело тебе, Настем Я дюжая За тебя сердце болит Без тебя, думаешь, легче будет? Настем Может нам пока не видится Ты отдохнешь, ел У меня все есть Я проживу как-нибудь Ничегошеньки-то Ты Андрея не знаешь И даже не догадываешься Забеременела я, Андрей Это правда? Точно еще не знаю Но такого никогда не было Кажется, правда Я знаю Теперь я точно знаю Теперь я знаю, Настена Не зря я сюда шел Не зря Вот она Это судьба Это она меня потолкнула Она распорядилась Я как знал Как знал, ты понимаешь? Как чувствовал А я еще дурак боялся Пускай теперь что угодно Да хоть завтра в землю Но если это правда Если он после меня останется Да ж кровь моя дальше пошла Не кончилась Не пересохла Не зачахла А я-то думал Что родову погубил Он останется жить Дальше ниточку потянет Вот ведь как вышло А я Как же со мной быть? Я ж средь людей живу Или ты забыл? Что я им интересно скажу? Что я скажу твоему отцу, матери? Они же спросят, поинтересуются Да плевать нам на все Тебе хорошо плевать А мне куда себя деть? Даже скоро На глаза полезет Помнишь, сколько мы этого ждали? Ты что, не рада? Рада я Рада я Не я ли ночи напролет молилась Все просила ребеночка от тебя Не я ли боялась остаться сухостойной Грех-то на меня ложиться Ни на кого-нибудь И ты на меня его относил Мне намного хуже, чем тебе было Понимаешь? Я со всех сторон Воровкой Обманщицей выходила Отец с матерью на меня Понадеялись Родили Чтобы я тоже рожала Ты понадеялся Взял за себя А я вон она какая Сверистелка Поглядите-ка на нее Как будто чужое место заняла На чужое счастье Позарилась А ты спрашиваешь Помнишь? Кому же помнить, если не мне? Я, может, заново родилась Господи Но тебя же нет А если тебя нет То и ребенок не твой Понимаешь? Чей угодно не твой Может, мне твои родители спасибо скажут Когда я им в подоле принесу Думаешь, люди пожалеют? Боюсь, не справлюсь я с этим грузом одна Понимаешь, Андрей? Тяжело мне Не знаю Не знаю я, что мне делать Растерялась я От судьбы, Настена, никуда не уйдешь Это она меня с войны сняла и сюда направила Может, против воли моей направила, чтобы успеть свести нас до смерти Ты думаешь, мне легко здесь с лесной зверюгой жить Когда мои друзья там воюют Что ж ты последнюю надежду забираешь? Я что, зря на себя позор принял? Показала, подразнила и отымаешь? Я же сказала, что не точно Надо подождать Да, Стюна А нет, и суда нет А есть оставь Не губи Спаси душу мою А я хоть завтра сгину и никого не потревожу Я не хочу, я не хочу, чтобы ты сгинул О чем ты говоришь? Мы четыре года прожили вместе Неужели ничего от нашей совместной жизни не осталось? Столько баб, сарава и детей Вон, с войны А ты одного принять не хочешь? Я разве не хочу? Хочу Но как? Ты пересудов боишься? Да что они тебе? Люди, как собаки, полают, полают и перестанут Да доведись до них такое Неизвестно, как они себя поведут Не людей слушая, а себя Да, не сладко будет Ну а кому сейчас легко? По судьбе нам все это вышло Что-то ты много о судьбе стал говорить Раньше не говорил Заговоришь Когда она рядом в ногах примостилась И не на шаг от тебя Опуздала, как миленького Делает, что хочет Нашла, чем попрекать У меня и в мыслях не было тебя попрекать Еще и тебя в упряжку пристегнуло Мне хочется чем-то тебе помочь Скажи, чем Ничего мне не надо Ничего не надо То есть мне надо А ей нет Накатились Никакой пользы от меня Один вред Одно мучение Человек, я пропащий Для всех пропащий Без меня ясное дело было бы лучше Зачем ты так говоришь Как же будет без тебя Я знать этого не хочу Давай вместе Если ты виноват То и я вместе с тобой виновата Вместе будем отвечать Надо быть вместе, когда плохо Вот для чего люди сходятся Я не могла родить Ты меня не бросил Не пошел искать что получше Как же я теперь тебя брошу Плохой я плохому рознь Я преступник Против меня закон Зачем тебе быть Заодно со мной преступницей Уйду я Совсем уйду Все еще обойдется, Андрей Но не может не обойтись Моя мать давно говорила Нет такой вины Которую нельзя простить Кончится война Там посмотрим Или покаешься Или еще что-нибудь Только не уходи Тут я хоть буду знать Где ты А если и правда Ребеночек Ты ведь один знаешь Что это твой ребенок Ни чей-нибудь Они еще долго говорили Вспоминали Когда над тайгун Нависли поздние сумерки Андрей проводил Настену до берега ангары Которая разделила их жизнь На до и после Если б не война Если б не она Проклятая Так бы и жил Так бы и работала Какие мои годы Пол жизни еще не наступило Почему же на меня Сколько народу в мире Чем я провинился перед судьбой Что она так со мной Чем Жил бы не хуже других Работал бы Я же хороший работник Все знают Детки бы пошли Это война Все она Мало ей убитых Покалеченных Ей еще понадобились Такие как я Откуда она свалилась На всех сразу Страшная Страшная гора И меня Меня туда же в пекло И ни на месяц Ни на два На годы Где было взять мощи Чтобы выносить ее дальше Сколько мог Держу Я принес свою пользу Почему меня надо равнять С другими С теми кто 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 раньше еще на войне сбег Или к немцам утек Почему нам уготовлено Одинаковое наказание Я же не власовец какой-нибудь Чтобы против своих двинулся Я от смерти отступил Неужто не зачтется На душу у Андрея было стыло Муторно Он прибавил шаг Быстрый шаг Не дал подхватиться мысль И она отступила Но сколько веревочкой не вейся Все началось неожиданно В начале апреля Едва согнала снег Михеичи на стену Взялись за дрова Пилили недалеко от деревни Когда у обоих Совпадало свободное время Прибегут на час-другой Поширкают пилой И обратно Ружья Михеич с собой не брал Ни к чему было Но лесная работа Видать Растревожила охотничью душу Он взял патроны Почистил свое ружье И перед выходом из амбара Вдруг спросил Тебе дева не попадалась На глаза Андреева Тулка Все обыскал Нигде нету Как сквозь землю провалилась Нигде не видела Видела Продала я ее тять Продала? Когда продала? Кому продала? Да давно продала Все боялась тебе сказать Думала будешь ругаться Я тогда у полномоченного В корду провожала Ты тогда на меня так обозлился Из-за облигаций А тот пристал Продай да продай Вот и уговорил Ты че дева плетешь? Ты что, ружье с собой брала? На кое оно тебе там Нужно было? С собой Думала по темноте возвращаться Боязно И продала? Продала Ты мне, Настена, правду говоришь? Правду Давно надо было сказать Я бы боялась А как ты думаешь Андрей придет Он нам спасибо скажет За твою продажу Али как? Придет Наживем Я же не для себя старалась Переживала из-за этих облигаций И за сколько продала-то? Вот Че такое? Часы, тядь Как говорит уполномоченный Иностранный Я ведь ружье не за деньги продала А на часы обменяла У них вон три стрелки есть И они еще в темноте светятся Ружье на часы На игрушку Ну и ну Ну, тядь Часы легче продать, чем ружье Ружье-то у всех есть А часы-то только покажи Их с руками оторвут За две тысячи оторвут Засколь, засколь Тебе бы, Дева Следовало за это кое-что другое Оторвать С тобой в дурочки сыграли А ты поверила Да убери ты их С глаз Долой Михеич не знал Врет невестка или нет Звучало все правдоподобно Но в груди его вдруг Шевельнулось что-то темное И колючее Догадка, недогадка, сомнение Одним словом Что-то вроде недоброго предчувствия Они пошли Но Настена чувствовала Всем сердцем, всем нутром Что разговор еще не закончился Что Михеич не вытерпит И еще вернется к нему Слишком долго им предстояло Оставаться вдвоем Настена побаивалась Его вопросов Особенно об Андрею Оказалось, не зря боялась Ты Настена правда не знаешь Где Андрей Андрей Откуда мне знать Почему ты спрашиваешь Я подумал Что ты может Знаешь то, чего я не знаю Может что Сказать хочешь Так ты это Скажи мне Одному скажи Не скрой Если б я что-то знала не уж Тоб я не сказала Я столько же знаю Сколько и ты Да я так просто спросил Просто Какая-то ты Не такая в последнее время Какая не такая Ну вот как Сама не в себе Может показалось Ну я не в жизни Подумал бы Что ты Без спроса Ружье на какие-то Часы станешь менять В тебе и раньше Этого не было Что-то с тобой дело Деется А кроме ружья видать Как вроде Чего-то ты все время боишься Торопишься все время Может ты уйти от нас хочешь Куда мне уходить Скоро кончится война Там прояснится Вот где это вот он Почем мне знать Разговор со свекром не сулил ничего хорошего Настена поняла, что он что-то заподозрит Теперь вдвое Втрое надо быть осмотрительнее Рассчитывать каждый свой шаг Что его рассчитывать Что осторожничать Если месяца через два Набухнет пузо От которого не отговоришься Как от ружья Не слишком ли она Большой принимает на себя грех В какой-то момент Настюне захотелось Открыться свекру Но Настена пожалела Михеевича Дома возвращались молча Связанная неприятной Недосказанностью В начале мая Андрей, перебравшись уже в верхнее зимовье Подальше от людских глаз Услышал среди дня Со стороны Атамановки Частые суматошные выстрелы Он догадался Кончилась война Настена с Василисой Пахали на ближней слами Под горох Двигались одним гоном Друг за другом Когда из деревни Загрохотали выстрелы Василиса первая Догадалась в чем дело Кинулась выпрягать коня Настена за ней Они прискакали в Атамановку В самый разгар Когда она ходила ходуном Отпустив у ворот лошадей Разгоряченная Запыхавшаяся на ходу Влетела Настена в избу Победа Победа Господи Да неужто ли правду дождались Победа Теперь должны сказать Где Андрей, кота наш Должны, старые, должны Должны Теперь всех по домам распустят По женам, по матерям Ну, всех сразу Не распустят Нельзя Ну, по что ж так Нельзя Ну, по что, по что А случись вдруг что Нельзя Армию без войск оставлять Победа Дождались Эй, есть кто живой Настенок, Семеновна, Михеевич Там всех собирают в избе читания Собрания по случаю победы Тарасун, складчинок Ну, давай, пошли, пошли Ты иди, Настена, иди Грех в такой день дома сидеть Мы Тоже скоро придем Тарасун В подполье Ты знаешь где За доской по правую руку Пусть Празднует И ты тоже Празднуй Ты Тарасу надашь А Андрейка придет Что подавать станешь Придет, найдем Когда это еще будет А такого дня, может быть, и не быть вовсе Ты иди, иди, Настена, иди Тарасун С Бурятского Это обыкновенная самогонка Настена знала, где он стоит И однажды даже отлила из бутылки в чекушку для Андрея Она вышла за ворота и приостановилась Набираясь решимости Как она сейчас выйдет на люди Ну, товарищи, за побегу Ура! Ура! Народу в избе читальни было много Собралась вся деревня В помещении составили в один ряд столы И накрыли их тем, кто что принес А натащили по малости много Капусту, огурцы, картошку, творог, свежую рыбу Тертую редьку, калачик, яйца Не жалели ничего Несли последнее Люди, я не мастер говорить Нам бы кого-то другого сейчас послушать Да и что говорить, когда победили Выстояли, выдержали Сломали их хребет Гитлеру Я там был Я знаю, что там творилось Много у нас потерь Там, где прошла война Земля поднялась от могил Там, на фронте, в мясорубке этой Нам без вас было не выжить Мы воевали А вы нам здесь помогали За победу Плакали все И бабы, и дети Настену тоже душили слезы Слезы радости и злости на себя, на Андрея Она осуждала Андрея Особенно сейчас, когда кончилась война И казалось, что и он бы остался жив Как все те, кто выжил Но, осуждая до ненависти Она в отчаянии отступала Да ведь она жена ему Недаром сказано Кому на ком жениться Тот в того и родится А еще ей почему-то казалось Что этот день последний Когда она может быть Вместе с людьми Завтра она останется одна Совсем одна В какой-то беспросветной Глухой пустоте Нет Надо скорее повидать Андрея Узнать, что у него Теперь на уме И она повидалась с ним И не раз, и не два Встречи были трудными Лед с ангары сошел И приходилось правдами и неправдами Под разными предлогами Пользоваться лодкой Услугами бакенщика А потом и вовсе Вызвалось помочь ему В установке бакенов на реке Чтоб лишний раз Тайком наведывать Своего беглого отшельника К тому же Она боялась с того дня Когда откроется беременность Боялась И в то же время Хотела, чтобы Он скорее наступил Тогда не придется Затягивать И прятать живот Разговор с Андреем Тоже не приносили Особой ясности Слушая мужа Она поддавалась ему Верила Что так оно и есть Как он говорит Что нет у них Сейчас другого выхода Как скрываться ему здесь А ей молчать там Молчать Стиснув зубы Но едва Она оставалась одна Подступала отчаяние Да что же они делают На что надеются Правда она Сквозь камни прорастает Но стоило ей вновь Увидеть перед собой Провисшее Некрасивое Заросшее лицо Андрея Его провалившиеся Глаза Становилось До боли Жалко его Дальше Все покатилось Как под крутую горку А ты девка Не брюхата ли А то он Как раз перла Брюхата Эва Сучка Какая Стыд Стыд Да какой Пресвятая Богородица Покарай Покарай Ее Не дождалась Побежала И живет Притихла Сука Такая Андрюшка Придет А она Кобыла Уже готова Стыд Да где твой был Где он у тебя был Куда девала Да чтоб у тебя там Червяки завелись Да чтоб тебе Во веки Не опростаться А может Ты врешь Может и нет Там ничего Есть 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 Значит Да Блудня Ой господин Чтоб духу твоего поганого Тут не было Уметывай немедля Где была Туда и иди Андрюшка Придет Что мы ему скажем Кого держали Кого Пригрели На свой Позор Уметывай Покелья Тебя не огрела Убирайся Чтоб Тобой Больше не пахло Настена В чем была В том и вышла Из амбара Продолжали Греметь И шипеть Проклятие Она Постояла Еще Как бы Не понимая Не веря Что Они относятся К ней И что Ее действительно Изгнали Из дома Нерешительно Открыла Калитку И пошла К Надьке Больше Идти было Некуда Нет Она не Обижалась На Семеновну Этого И следовало Бы ожидать Но до Самого Последнего Момента Настена Надеялась Что Раз она Ни в чем Не виновата Правда Каким-то Образом Должна Была Уберечь Ее От расправы Она Надеялась На сочувствие Свекрови Ее Молчаливой И вещей Догадки Что Ребенок Против Которого Она Так Ополчилась Ей Не чужой Неужели Своя Кровь Ничего Ей Не шепнула Молчаливая Выгна Выгнали Ничего 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 Се Кто Это Тебя Святой Дух Святой Это Святой Ну Интересно Же Знать Вроде Ни одного Мужика Не было Нет Ты Давай Рассказывай Ну Помнишь Уполномоченный Приезжал На Облигации Нас Подписывал Ну Вот И Ну Запрягли Поехали И Привезли Долго Ли Умеючи Ну Настена А все Тихоней Прикидывалась Краснела От Тебе И Тихоня А Если Андрей Это Узнает Да Он Тебя Убьет Пускай Чего Теперь Расспрашивать Ты Лучше Скажи Пустишь Или Нет Так Куда Ж Тебе Эдак Уйдеть Так Вместе Отбиваться Будем Старуха Конечно Тебя Не Пожалеет Ну Настена Рисковая Ты Баба Как Звали Ты Его Кого Надька Поохала Поохала И Шмыгнул За порог Все равно Деревня Узнает Как же Было Упустить Возможность Рассказать Первый А Настена Оставшись Одна Упала На топчан Закрыла Глаза Глаза И Дыхание Ее Перехватило Крутой Обжигающей Болью Она Бы И Заплакала Так Хотелось Волюшку Пореветь Чтобы Вынести Из себя Эту Непомерную Охватившую Уже Все Тело Несусветную Боль Но Побоялась Что Слезы Могут Повредить Ребенку Поздно Вечером Пришел Михеич Вызвал Настену Вограду Он Здесь Настена Не Отказывайся Я знаю Никому Не Говори Одному Мне Откройся Откройся Мне Настена Настена Пожалей Меня Я Ведь Отец Ему Дай Один Только Раз Один Раз Хотя Бо Увидеться Христом Богом Прошу Настена Он Он Сын Мне Не Простится Тебе Если Ты От Меня Скроешь Хочу Спросить Его На Что Он Такое Надеялся Не Не Говорил Он Тебе У Нас Родои Всякие Бывали Ну Чтоб До Такого Дойти Вот Стервец Так Стервец Доигрался Надо Заворотить Его Походу Он Совсем Не Споганился О чем Вы Дядя Что Я Вам Скажу Сказать Да Нечего Нет Здесь Никого Показалось Вам Нет Не Ври Настена Кому Ты Врешь Это Ты Старухам Бабкам Сказки Рассказывай Это Ж От Него Пузо Твое От Кого Ж Еще Куда Ж Ты Его Денешь То Я Тебя Спрашиваю А Я С Вашим Андреем Четыре Года Прожила И Ничего А тут Доказательства Тьфу Ты Язва Мы Еще Посмотрим На Кого Он Будет Похож Вот Это Уже Пострашнее Будет И Что Тут Делать Ума Не Приложу У Нее Не Было В Планах Сегодня Ехать К Андрею Но Так Хотелось Поделиться Своей Болью Ночью Мягко Без всплеска Настена Спустила Лодку На воду Осторожно Опуская Весла Протянула Их В воде Ей Казалось Что Она Двигалась Бесшумно Но Вдруг До Ее Слуха Донеслось Еле Слышные Мерные Звуки Одноручного Весла Сомневаться Не Приходилось Кто То Плыл За Нем Кто То Скараулил Меня Подождал Пока Я Отгребла И Тронулся Следом Кто Михеич Или Чужой Добро бы Михеич А Вдруг Не Он Кто Бы Это Небыл Воду Я Ему Уже Показал Надо Возвращаться После Ночи Когда Настюне Не дали Встретиться С Андреем Она Совсем Потерялась Усталость Перешла В желанное Мстительное Отчаяние Ничего Ей Больше Не Хотелось Ни На Что Не Надеялась В Душе Засела Пустая Противная Тяжесть То Что Вчера Еще Представлялось Возможным Сегодня Опустилась Стеной За Ночь Она Не Сомкнула Глаз Голова Болела Не Болела А Стягивалась Непрерывной Мукой Что То Давило И Ныло Внутри Там Ребенок И Она Не Знала Должно Быть Так Или Она Успела Покалечить Ребенка А тут Еще Надька Со Страшной Новостью Слушай Настен Чего говорят Говорят Что ты От родного Мужика А не От чужого Пуза Ты нарастила Да Где Я Его Взяла Четыре Года Многовато Для Пуза Это Волок Жин От него Все Пошло Он Догадки Строит От Своего Так От Своего Пускай Болтают А ведь Дознаются Не Отступятся Тем Более Что Из Милиции Уже Кто-то Интересовался Андреем Стыд Да Какой Господи И Ребенок Родится На стыд С которым Не разлучиться Ему Во всю Жизнь И Грех Ему Родительски Достанется Суровым Тошный Грех Куда С ним Деваться И Не Простит Проклянет У нас С Андреем По Делу Слушай Дева Если он Здесь Пускай Скорее Уходит Или Еще Чего Откуда Не словили Максим С милиционером Скорды Приехал Неспроста Это Проклял Бо Я Тебя Да На Твой Век И Так Хулы Хватит И Грех Этот На Тебе И Он Тоже Гусь Хорош Не Захотел С Отцом Стретиться Поговорить Побоялся Эх Тонулась Все Выгорело А пепел Не молотит Да и Что теперь Придумаешь Поздно Все Поздно Нет Предупредить Еще Не Поздно Ночь Была Тихая Темная На Небе Пробивались Звездочки В Ровном Лунном Свете Виделось Достаточно Хорошо А на Ангаре И того Лучше Настена Сняла С берега Лодку Оттолкнула И Сразу Взялась За Весла Надо Успеть Надо Предупредить Мужика Надо Попрощаться Навсегда До Других Ли Времен Неизвестно Настена Гребла И С покорным Чувством Соглашалась С тем Что Происходило Так Видно Надо Это Она И Заслужила И Вдруг Посреди Этих Мыслей Ее Застегли Голоса Она Удивленно Обернулась И увидела На берегу Фигуры Людей Вон Она Вон Теперь Не убежит Кричал Максим Волокжин По воде Хорошо Было Слышно И что Говорили И кто Говорил С Испугу Настена Кинулась Было Грести Во Весь Дух Но Тут Же Опустила Весла Куда Зачем Дальше Грести Не к чему Устала Знал бы Кто Как устала И как Хочется Отдохнуть Не бояться Не стыдиться Не ждать Со страхом Завтрашнего дня Навеки Вечно И сделаться Вольной Не помня Ни капли Из того Что Пришлось Испытать Вот оно Наконец Желанное Заработанное Мучениями Счастье Почему Я не верила В него Раньше Что Я искала Чего Добивалась Напрасно Все Напрасно Стыдно Всякий Ли понимает Как Стыдно Жить Когда Другой На твоем Месте Сумел Бо Прожить Лучше Как Можно Смотреть После Этого Людям В глаза Но Но и стыд Исчезнет И стыд Забудется Освободит Меня Лодки Последнее Что довелось Ее услышать И осторожно Перевалилась В воду Только на четвертый день Прибила Настюну К берегу Недалеко от корды Сообщили Ватамановку Но Михеевич Лежал При смерти И за Настеной Отправили Мишку Батрака Он Доставил Настену И по-хозяйски Вознамерился Похоронить Ее На кладбище Утопленников Бабы Не дали И Придали Настену Земле Среди Своих Только Чуть С краешку После похорон Собрались Бабы У Надьки На немудреные Поминки И Всплакнули Жалко Было Настену Потом Помянули Мужиков Не пришедших С фронта Выпили За здоровье Тех Кому повезло Вернуться Домой Со страшной Бойной За тех Кого Война Не сломала Кто Все эти годы Ждал Надеялся Верил В победу И делал Все Для ее Приближения Выпили За победу Субтитры 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 Субтитры